Сборная России по баскетболу Непосредственно 30 мая тренируется 18 человек, а Корстин, Соколовская и Лисина в это время где-то там, куда журналистов не пускают. То есть на медосмотр. Все вроде ничего, даже вот Ирине Осиповой уже сняли швы после травмы руки, все заживает. Далее через сборы в Италии, Латвии, опять в Новогорске, которые будут перемежаться многочисленными товарищескими матчами, команда плавно перетечет в Олимпийский Лондон. Проще говоря, имеет место привычная большая работа, за которой, как известно, можно смотреть столь же бесконечно, как за горящим огнем и бегущей водой. Чтобы от устаканенности происходящего не было скучно ни баскетболисткам, ни журналистам, совокупная креативная мощь Федерации баскетбола и ОКР выдала воспоминания о юбилее Олимпийских побед 1972 и 1992 годов. Далее юбилей этот был автоматически эффектно привязан к тренировке сборной, так что в итоге совершенно не стоит удивляться появлению в этот день в Новогорске такого количества орденов и медалей, что паркет трещал под их победным весом, но, к счастью, так и не провалился. Вот лишь краткий список, чтобы не обрушить эфир вместо паркета. Едешко, Белов, Жармухамедов, Баранова, Шакирова, Сумникова. Могучее коллективное вместилище славного прошлого смотрело тренировку, а потом напутствовало настоящее. Настоящее слушало внимательно. Посев разумного, доброго, вечного продолжился на масштабной пресс-конференции, где легко и эффектно обозначалась связь времен. Параллель еще есть такая, 1972 год, 1992 год, 2012 год. И мы вам желаем победы на Олимпийских играх. Я сейчас понимаю, что я сижу с Ириной Сумниковой, с тем человеком, с которым я была на первых своих Олимпийских играх в 2000 году. И я вспоминаю, как Ирина была травмирована, и ее героизм, когда она вышла в этой маске. И на игры, и как она в этом играла, я вспоминаю, просто я желаю, чтобы те люди, которые поедут на Олимпиаду, чтобы понимали всю ответственность, на какие игры они едут, и чтобы прочувствовали вот этим вот олимпийским духом. Между медосмотром и пресс-конференцией Илоне Корстен по случаю дня рождения вручили букет роз, красивый, почти как сама Илона Корстен. Заметим, что даже в день рождения одна из лучших баскетболисток России находится на работе. Конечно же, вот сегодня было приятно слышать вот эти напутствия людей, которые выиграли золотые медали олимпийские. Хочу сказать, что наша команда настроена очень по-боевому, все приехали с хорошим настроением на сборы и все готовы к работе. В конечном счете трогательная и духоподъемная атмосфера проняла даже самых черствых журналистов. Комок подкатил горло, и не всем на этом фоне хватило сил на проглатывание бесплатных пирожков от Олимпийского комитета. Баскетболисткам тоже хорошо, их удачно отвлекли от рутины. Рутина никуда не денется, прорастет обратно. И далее через многочисленные сборы и матчи команда плавно перетечет в Лондон. Тарас Тимошенко, Александр Федоров, Вести Спорт.